Во-первых, вам нужно работать в зависимости от того, насколько хорошо вы хотите сделать. Особенно, если вы начинаете компанию, вам нужно работать очень усердно. Что же такое очень усердно? Когда мы с братом начинали нашу первую компанию, вместо того, чтобы снять квартиру, мы просто арендовали небольшой офис, и мы спали на диване, принимали душ христианской организации. Мы были так заряжены, но у нас был только один компьютер, поэтому сайт работал в течение дня, а я программировал ночью. Семь дней в неделю. Все время. У меня в тот период была девушка, и чтобы быть со мной, ей приходилось спать в офисе. Поэтому я усердно работал. Я имею в виду каждый час бодрствования. Я говорю это всем, кто хочет начать свою компанию. Если вы сделаете простые расчеты, что, скажем, кто-то другой работает 50 часов, а вы работаете 100 часов, вы сделаете в два раза больше работы в течение года, чем другая компания. Кроме того, я бы сказал, что если вы создаете компанию или присоединяетесь к ней, самое главное – это привлечь замечательных людей. Даже если вы присоединитесь к коллективу талантливых людей, которых вы уважаете. Если вы начинаете свою компанию, вы должны собрать замечательных людей. Любая компания – это только группа людей, которые собрались вместе, чтобы создать продукт или услугу. И поэтому, в зависимости от того, насколько талантлива и трудолюбива эта команда, и в какой степени они сосредоточены, сплочены и смотрят в одном направлении, будет определять успех компании. Так что делайте все возможное, чтобы собрать поистине великих людей. Если вы создаете компанию, я бы сказал, что нужно сосредоточиться на сигнале, а не на шуме. Многие компании приходят в замешательство, они тратят деньги на вещи, которые на самом деле не делают продукт лучше. Так, например, в Tesla мы никогда не тратили деньги на рекламу. Мы вкладывали все деньги в исследования и разработки, производство и дизайн, чтобы сделать автомобиль как можно лучше. И я думаю, что это правильный путь. Поэтому для любой конкретной компании просто продолжайте думать о том, приводят ли усилия, которые вы тратите, к улучшению продукта или услуги. Если нет, прекращайте эти усилия. И, наконец, самое главное, не нужно просто следовать тренду. Возможно, вы слышали, как я говорил, что хорошо думать в терминах физического подхода или первичных принципов. То есть, вместо того, чтобы рассуждать по аналогии, вы сводите все к самым фундаментальным истинам, которые только можете себе представить, и рассуждаете с этой точки зрения. Это хороший способ выяснить, действительно ли что-то имеет смысл, или это просто то, что делают все остальные. Нелегко так думать, вы не можете так думать обо всем, это требует больших усилий. Но если вы пытаетесь сделать что-то новое, это лучший способ размышлять. Эта структура была разработана физиками, чтобы выяснить противоречащие здравому смыслу вещи, такие как квантовая механика. Так что это на самом деле мощное послание. И последняя вещь, которую я бы посоветовал вам сделать, сейчас самое время рисковать. С возрастом ваши обязательства увеличиваются, и как только у вас появится семья, вы начинаете рисковать не только для себя, но и для своей семьи. Становится гораздо труднее делать вещи, которые могут не сработать. Так что сейчас самое время это сделать, прежде чем у вас появятся обязательства. Поэтому я бы посоветовал вам рисковать. Рискуйте сейчас, сделайте что-нибудь смелое, и вы не пожалеете об этом. Если тебе понравился ролик, не забудь поставить лайк и подписаться на канал.